Дорогие друзья! Об этом замечательном и судье, и человеке. Вот не случайно его именем назван стадион, главный стадион Азербайджана. Команды выходят на поле. Ну, вы знаете, вот я хотел бы задать вопрос. У вас не ощущается, в общем, нечто такое, что вроде бы все как-то и почти закончилось. Понятно, что, так сказать, по формальным признакам это так, но вот по душевным таким ощущениям. Вот этот матч против команды Германии, на который мы так надеялись и который мы так безумно хотели выиграть, он, наверное, все-таки в эмоциональном плане на нас подействовал. Во всяком случае, на меня я вам даю стопроцентную гарантию. Но на работа есть работа. Раз. Второе, я был бы глубоко неправ, если бы я не вспомнил о том, что все-таки многие годы отданы этой великой игре. И принимать этот матч как нечто проходящее было бы не только верно, но просто некорректно даже по отношению к участникам этой встречи, зрителям, которые заполнили стадион имени Тофика Бахрамова. И вот поклонникам футбола нашей страны, как бы то ни было, мы болеем за нашу команду, потому что есть еще такие вещи, как престиж, есть такие вещи, как рейтинг. И Виталий Мутко об этом говорил в интервью, между прочим, так, накануне этой встречи. А эти всякие рейтинги или прочие выкладки при случае успеха, они улучшают имидж команды, они способствуют тому, что в случае разного рода турниров и жеребьевок все это учитывается. Так что, в общем-то, есть за что играть. И вообще есть за что играть. Не подумайте привратно. Это профессиональные люди. Это люди, которые представляют честь своих стран. И как тут не играть и ссылаться на какие-то там турнирные ситуации, где вроде бы ничего такого особенного нет и не светит ни той, ни другой команде. Есть, дорогие друзья, его величество спорт и еще большее, его величество футбол. Вот так вот. По некоторым данным, три сотни болельщиков, а может быть даже и побольше, прибыли из разных уголков нашей страны в столицу Азербайджана поддержать свою команду. Гимн Азербайджана. Гимн Азербайджана. Гимн Азербайджана. Гимн Азербайджана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или нам с вами попросить футболистов, чтобы они нас уважили и продемонстрировали все, на что они способны. В рамках тем более такого важного турнира. И кроме того, в каких бы составах они не были. Потому что вокруг этого очень было много разговоров. И, в общем-то, что касается сборной России, то это верно. Так как еще предстоят стыковые матчи. Кто будет соперником, это будет известно в понедельник. А вот сейчас надо настраиваться. И те игроки, которые уже на грани с этими желтыми карточками, предупреждениями, и здесь, играя, могли бы схлопотать еще и, получив пропустить стыковой матч, вот этих игроков решил бы в хитинге использовать практически так. Ну вот, и в этом плане дал возможность еще и сыграть футболистам, которые бы, наверное, в каком-то ином случае, более значимы в турнирном отношении, на поле бы не появились, а были бы, так сказать, заявлены. И играли бы, может быть, и те, на которых бы все рассчитывали на все 100%. Так что, вот, а вокруг этого было тоже немало разговоров. Вообще, если так проследить за всем, за тем, что происходило перед этой встречей, то уже о стыковых играх говорят больше, чем об этом матче. А я вот предлагаю сосредоточить вам и призывая себя внимание, как раз вот на этой игре Берти Фокс, великий футболист сборной Германии тех времен. И вот он тренер. И, между прочим, раздаются голоса оттуда, из Баку, что во многом результаты этого матча скажутся на дальнейшей судьбе Берти Фокса. Будет ли он подписывать контракт или с ним подпишут ли контракт. Хотя он, так сказать, здесь немножечко играет в какие-то игры и не стремится вроде бы, а хочет уехать. Ну, одним словом, разговоров всегда в таких делах очень много. Что касается нашей команды, то вот она начальный удар делала, игра пошла, то она должна подтвердить, в общем-то, свой статус. Чего уж там кривить душой и играть в какие-то другие игры. Это спортивное мероприятие и никакой здесь политики. Вот призыв такой и игра началась. Итак, сборная Азербайджана против сборной России и состава играющих команд. Сборная России Игоря Кенфеев в воротах. Третий Дмитрий Торпинский, четвертый Сергей Игнашевич. Пятый Алексей Рябко, шестой Алексей Березуцкий. Девятый Денияр Белелитдинов, десятый Андрей Аршавин, одиннадцатый Сергей Семак, тринадцатый Ренат Янбаев, пятнадцатый Владимир Быстро и семнадцатый Алан Загоев. В запасе Вячеслав Малафеев, Олег Кузьмин, Игорь Денисов, Дмитрий Тарасов, Александр Кершаков, Павел Погребняк и Александр Бухаров. Ну, вот были приглашены Олег Кузьмин и Дмитрий Тарасов. Много было информации. Само приглашение, конечно, подняло настроение ребят. Ребят, и Кузьмина, и Тарасова, ясное дело, это, так сказать, приятно. Ну, может быть, они появятся в этой игре, несколько позже выйдя на замену. Это Тарбинский, Дмитрий. О составе Азербайджана ворота защищает Камран Агаев, первый номер, второй Раиль Малеков, третий Руслан Абишев, четвертый Махир Шукюров, пятый Владимир Левин, шестой Рашад Садигов, седьмой Вагиф Джавадов, восьмой Александр Чертаканов, девятый Самир Аббасов, десятый Эльвин Мамедов, восемнадцатый Максим Медведев, Берти Фонг, главный тренер, у нас Гусхиненки, главный орбитер из Англии Говард Уэбб. Матч проходит в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова. Ну, я больше не буду ссылаться, так сказать, на то, что было вокруг. Перед этой встречей, выступления тренеров, они, в общем-то, носили больше характер политеса. Каждый из них, выступавших, хвалил команду, соперника. Ну, естественно, обещал, что его подопечные постараются показать хороший футбол. Обычное явление. Счет не открыт. 0-0. Третья минута матча сборных Азербайджана и России. Ну, в первой игре тогда россияне выиграли. Я бы не сказал, что так они легко добились тогда победы. И если бы не некоторые оплошности игроков Азербайджанской команды, то, может быть, и еще тяжелее бы далась победа нашей команде. Но она стоила также 3 очка, как и любая другая. Значит, в турнирной таблице Германия уже вышла в финальную часть чемпионата мира 25 очков. На 4 меньше у команды РТИ, у сборной Финляндии 17, у Уэллса 9, далее Азербайджан 4 и Лихтенштейн 2. Ну, и сегодня еще две игры. Германия, Финляндия и Лихтенштейн Уэллс. Групповые турниры подходят к концу. Ну, и жеребьевка стыковых игр в понедельник. Вот вся информация и полное внимание к стадиону, к футбольному полю и к тому, что происходит здесь в матче сборных Азербайджана и России. Атакуют хозяева поля по правому флангу. Навес на противоположный фланг. Но, увы, шестой номер Садигов не сумел остановить мяч, в общем-то, не в сложной ситуации. Хорошо сыграл Левин головой с мячом хозяева поля. Технично. Из-за боковой футболиста Азербайджана ведут мяч в игру. Мяч попал в Быстрова. Он справа действует. Ну, по тактическим всяким таким уловкам команд Берти Фокс. Так, здесь, в общем-то, читается все довольно-таки легко и применительно к нашей команде. Это вообще-то, сказать, всем ясно, как божий день, кто где, на каких позициях действует. И посмотрим только, как они будут действовать. Вот это очень важно. Не правда ли? Ну, опять такой длинный перевод на левый фланг на Садигова. Что-то уже похоже на задумку тактическую. И удар поворотом неплохо пробил Джавадов, подрезав мяч обводящим ударом. Но не получилось. Мяч прошел в двух-трех метрах мимо ворот. Наш Игорь Акинфеев был в порядке. Контролировал ситуацию. Удар-отворот. 0-0. Когда я направлялся сюда в студию для работы на этом матче, вы знаете, вот передаю вам, это не секрет. Все, кто сегодня на работе и занят в других играх отборочного цикла чемпионата мира, ну и плюс еще там какие-то рабочие моменты, в том числе и наша дружная хоккейная команда, работающая на матчах НХЛ, континентальной хоккейной лиги. Все меня провожая, я первым пошел, а не попозже потом отправиться в свою студию. Все ребята мне желали удачи. И это понимать надо было. Через меня передавался привет всем нашим футболистам и с пожеланием им удачи. Вы знаете, трогательно все это было. Я бывалый человек, но как-то было, в общем-то, очень приятно, на душе. И дай бог, что все было закончено так, как желают того болельщики. Ну вот, счет не открыт пока 0-0. Ну и мы побывали тоже в районе штрафной площади. Пока что какое-то там некоторое территориальное преимущество парни из Азербайджана имели. Ну и вот наши провели контратаку. Янбайр подключился, но дальше ему помешали. Удар от ворот. Мяч от нашего футболиста ушел за пределы поля. Не глядя так туда вперед, кто-то там выдвинулся из наших на место центрального нападающего. Перепасовка на нашей половине поля. Обратите внимание, футболисты Азербайджана вроде бы стараются плотно играть с нашей командой, с нашими футболистами. Вот посмотрите, сразу отошли назад. Вот здесь на половине поля российской сборной вроде бы не активно действуют в отборе мяча. Но они перекрывают ходы, заставляя вот играть таким пасом, длинным. И кончилось это тем, что мяч покинул пределы поля. Билили Дина. Он слева действует в линии Ковбеков. Угловой Загоев будет подавать. Закрутит своей коронной правый мяч в сторону ворот. Точно. И там Агаев, голкипер, дотянулся до мяча и отправил его дальше за пределы штрафной. Ну, в общем, нормально парень сыграл на выходе. Я мог бы тут, так сказать, по-вратарски кое-что ему пожелать. Ну, ладно. Это как-нибудь в следующий раз. Бестрову ввел мяч в игру. Мяч у наших. Перепасовка на месте правого крайнего. Мелко. Но вроде бы выползают наши с мячом и входят в штрафную. Оригинальный пас Бестрову. И угловой удар с левой стороны. Я не могу не обратить внимание ваше на то, как действовал Бестров. Казалось бы, ну, чего там особенного. Так, уже мяч улетел. Вот обратите внимание. Хороший, оригинальный я его назвал пас. Удар защитника. Мяч в ногу попадает Бестрову. Агаев не очень ловко, видимо, крученый ударчик получился нечаянно. Но Бестров помчался туда на него, на этого вратаря. И кончилась эта затея тем, что выпустил мяч за пределы поля и был угловой. То есть я отметил похвальную старательность Бестрова в этом эпизоде. Ребята азербайджанской команды очень быстренькие. Все они техничные. Может быть, им еще достаточного опыта не хватает. Так, но, тем не менее, я знаю, какое значение сейчас придают развитию футбола в стране, в Азербайджане. Причем в этом заинтересован и президент страны. Я уже рассказывал, наверное, пару раз точно, что там открыта Академия футбола, футбольные и спортивные каналы работают, телевизионные. Принимается чуть ли не вся футбольная Европа. Так же, как и у нас НТВ+. НТВ плюс там смотрит самым активным образом. То есть это все на правду. Детские школы работают замечательно. Строятся спортивные площадки простейшие и такие, где можно действительно оттачивать мастерство. Короче говоря, там футбол издавна был спортом самым привлекательным. И поэтому ничего удивительного нет в том, что вот такие вот вещи сейчас по его развитию происходят, о чем я вам рассказал. Это не досужий вымысел, это не прочитанное, это мною там увиденное. Вот такие дела. И счет не открыт. 0-0.11 минута заканчивается до первого тайма. Штрафной будут выполнять футболисты Азербайджана. Шукюров приготовился. Здесь хорошая толпа собралась и наших, и ихних. Так, я видел Березуцкого. Брат не прилетел сюда. В общем, пропускает эту игру. А теперь мы смотрим выполнение штрафного удара. Четверо-пятеро игроков у азербайджанской команды. Навес на ближний угол. Ну, в общем, все было спокойно. Хотя игрок азербайджанской команды дотянулся до мяча первым. Но, тем не менее, пробил мимо ворот. Это был центральный защитник. Левин теперь с мячом Березуцкий пасует в штрафную Акинфееву. Игра на коротке. Игнашевич. Ну вот, по первым таким впечатлениям от игры, я бы пожелал нашим игрокам, точнее, играть в пассы. Не призывая их бегать изо всех сил и носиться, как угорелым, в этой игре. Но вот демонстрировать класс работы с мячом, это было бы неплохо. Атакует наша команда пас налево. Еще передача, неудобно бить. А вот сейчас хороший удар. И забивай. И забивай. Ну вот видишь, 1-0 в пользу сборной России. Много игроков команды Азербайджана в штрафной площади. И замечательно разыграли наши футболисты эту комбинацию. Вратарь молодец, среагировал на удар и отбил его. И, в общем-то, по всем законам и правильно в угол. Но защитники не помогли своему киперу. Обратите внимание, здесь некоторая позиционная площадь была, защита, но еще не все закончилось так плохо. Вот удар, парирует вратарь. И Аршавин набегает и добивает мяч в сетку ворот. И счет открыт, 1-0. Смотрим еще раз этот эпизод. Удар в дальний угол. Как раз Агаев смещался вправо, чтобы его закрыть. В этот момент удар. Он успевает себя переложить, отпить мяч. Но вот здесь капитан команды на чеку. И выводит сборную России вперед. 1-0. Джавадов посылает мяч на правый фланг. И дальше, дальше из-за боковой хозяева поля не введут мяч в игру. 14-я минута на исходе. Впереди сборная России. 1-0. Неплохо очень даже атакует девятый номер Абасов. Идет борьбу за мяч с Белелединовым. Тот успевает отвладеть мячом, но в пас играет неудачно. Немножко сильно послал его в направлении своего игрока. Тот не успевал и не готов был еще к приему мяча. Он стоял, по сути дела. Удар от ворот. Аршавин, автор забитого мяча. Ну что ж, спиной Аршайна мы полюбовались. Чуть-чуть профилем еще. Ну что ж, как капитан он там рулит процессом до его и указания. Белелединов пасует за Гой. Вот за Гой вбьет левой ногой в дальний угол. Аршавин набегает. Мы его попросили забить. Он нас уважил и вывел свою команду вперед. И нашу тоже. 1-0. Гус Хидинг. Собственной персоной. Грибко отыграл назад. Еще передача. Мелкий пас. Чуть-чуть удлиняется. Игра и перевод в центр. А на левый фланг отдать. На левый фланг следует передача Белевединову. Тот левой своей коронной тоже туда вперед. А судья дает свисток. Что-то там связанное с вне игры, скорее всего. Так, Андрей Аршавин, полузащитник. Вот это все на экране. Увлекся. Вратарь пошлет мяч в поле. Ну, судья поднял руку. Это в свободный удар, значит. Говард Уэб. Медведев. Получает обратный пас. Ну, давай навешивай. Что ж там? Уж навес состоялся. Но крайне неудачный. Игорь Акинфеев ведет мяч в игру. 1-0 по-прежнему. Молодежная сборная наша тоже выиграла у команды Молдавии. В своем турнире со счетом 3-1. Это по ходу. Ну, и играют сегодня еще две пары этого цикла в нашей группе. Напомню, Лихтенштейн Уэлс и Германия Финляндия. Удар вперед. Старается сборная Азербайджана. Березуцкий ведет борьбу за мяч. Дальше передача к штрафной площади. Там молодец Белелединов добрался до мяча. Бросил его в угол. Джавадов. Обратите внимание на этого игрока. Да, ну, Фокс поговорил сам с собой. Скорее всего, жест надо было понимать так. Дескать, не вози с мячом, а давай навешивай туда в штрафную площадь. Это четвертый номер Шукюров. И что же далее? Из-за боковой бросает наш игрок. Акинфееву. Акинфеев мастер игры ногами. В своей штрафной площади здесь немножечко сплоховал. Но все обошлось. Все нормально. Мяч в игре. Штрафной удар в пользу хозяев поля. Джавадов ушел справа фланга в середину. И вот здесь и Загоев, и другие парни. И Игнашевич, и Загоев сзади. Игнашевич лицом к игроку. Взяли так в тиски основательно. Джавадов. Ну что, пробьет поворотом? Ну, далековато, конечно. Один игрок что-то обозначает вроде как стенка в его исполнении. А Джавадов... Это был не удар поворотом. Это своеобразный такой навес в расчете на игру, на опережение в штрафной площади. Вот такие низкие туда удары. Это удары туда специально. Они чреваты осложнениями в том плане, что вратарь не знает, кто в последний момент может сыграть мяч. И поэтому не очень готов к таким вещам. И вот красавец Игорь Акинфеев, поверьте мне, отбил сложнейший мяч после того, как он вылетел из толпы. Ну, а теперь мы смотрим повтор у главого. И у парня из Азербайджана был, конечно, шанс ближней ногой к мячу. Вот, посмотрите, ему очень остроумно пропускает Джавадов. Еще один игрок, десятый номер Мамедов. А бьющий по воротам просто сплоховал. Неудачно попал по мячу. Всегда удары такие опасные и крайне неприятные. Прежде всего, конечно, вратарям. Нарушение правил. Гот веб. Ну, Игнашевич нарушал правила против Джавадова. Спору нет. Но вся штука заключается в том, что там был еще и офсайт мяч в игре. Это тоже положение вне игры. Явно мяч уже в игре. Спешат ребята из Азербайджана поддержать высокий темп. Видимо, об этом договорились. Пас на правый фланг. Так все быстренько, привлекательно. Но, поточнее, передавать мяч. Опять Джавадов. Здесь он не прав на все 100 и больше. Потому что рядом, вы видите, слева от него был игрок. Он его проигнорировал как класс. Рябко играет назад. Пас на левый край. Я заметил позиционно. Защитники сборной Азербайджана выглядят не очень убедительно. Теряют свои позиции. Вот, смотрите, опять пас на левый край. А там, где должен правый защитник быть, там свободная зона Акельфеев. Гомара Нагаев выбивает мяч в поле. И за боковой хозяева его введут мяч. В этот мяч в игру. 22-ая минута. Не с этой точки, а с другой. Раиль Маликов ввел мяч в игру. Акельфеев. Ну, здесь против Рябко в этом единоборстве Джавадов проявил себя не по правилам. Была опасная игра. С мячом наши. Диагональ в штрафную. Вратарь. Вратарь в порядке. Это Быстров сразу резко выдвинулся против последнего защитника. Хороший похвальный тактический ход в конкретном эпизоде. Пас направо. Шупюров. Предлагает сыграть с ним туда на ход ему. Но наш игрок быстренько перекрыл эту зону. И поэтому футболист азербайджанской команды с правой стороны сыграл центр. Ну, давай направо опять. Семак. Играл против Аббасова. Белелединов бросает из-за боковой. Хорошо и далеко бросил. Аршайн с левой стороны боролся за мяч. Удар по воротам не очень удачный. Мяч выкатывается за линию. И ведут его из-за боковой. Руками футболисты Азербайджана. Мориков бросает из-за боковой. Техничка подвела, надо сказать. Янбаев. Рябко потерял мяч. В недодачу неплохо сыграно. Но дальше ошибаются и те, и другие. А на правую сторону. Хотел, но не вышло. Так, а сейчас не торопиться. Не торопиться. Спокойненько, с чувством, с толком, с расстановкой. Это Семак. Он знает, как это делать. И вот быстрый пас вперед. Слишком быстрый. Туда подключался Торбинский. Мяч не догнал. Камра Нагаев ведет мяч. В игру. Берти Фокс. Вообще так. Ханс Хуберт Фокс. Но мы его знаем, как Берти. Местные специалисты жалуются на него, что он, дескать, не особого участия не принимает в деле развития футбола в стране. Не очень контролирует ситуацию с чемпионатом. В общем, при случае уезжает сразу к себе на родину. Ну, наш тренер тоже, так сказать, не отказывает себе в удовольствии больше находиться дома. Вот здесь его помощники Александр Бородюк и Игорь Киреев наблюдают за всем процессом, а потом докладывают ему. Но, тем не менее, все-таки из поля зрения он не выпускает наш чемпионат. Тем более, что мы уже стали транслировать игры и зарубежных странах. Так что, вот такие дела. Карбинский. Схватил за рубашку, потом еще разочек. Ну, никуда это, конечно, не годится. Вот, против Шокюрова. Здесь Уэб, по-моему, пожалел нашего футболиста. Должен был показать желтую карточку. Ну, посмотрим, чем этот эпизод закончится на 27-й минуте. Недалеко от Штрафной. Возится там, выбирая позицию футболиста и той другой команды. Лучше всех отыграл Акинфеев и великолепно ввел мяч в игру. Вот только что не хватило скоростенки Торбинскому. И жаль. Березуцкий. Алекс выбил мяч. Его ввели футболисты Азербайджана. Теперь наши это сделают. 27-я минута. 1-0. Вообще, я предвкушаю, что игра будет легкой. Не с точки зрения напряжения. Устараться обе команды, футболисты, обе команды. Я в этом не сомневаюсь ни доли секунды. Вот она будет легкой по исполнению футболистами каких-то приемов, скажем, розыгрыша мяча. Почему? Потому что вот то, что заметно было поначалу, когда футболисты Азербайджана как-то так старались плотно прихватить наших. От этого они, по сути дела, отказались. И виновники этому и наши игроки тоже. И вот, конечно, это голевой момент. Поаплодируйте Игорю Акинфееву. Я это делаю тоже. Это мертвый мяч. Мертвый. Особенно, когда удар наносится на опережение и головой. И ты не знаешь, в какую сторону этот мяч полетит. Да еще с отскоков от газона. Вот. И ты успеваешь среагировать. Смотрите, как это все здорово Игорем было сделано. И он еще к тому же недалеко парировал этот удар. Отпустил мяч. Тут же вскочил и накрыл его. По-вратарски высший класс. 1-0 в пользу сборной России на 29-й минуте. Вроде бы, так, зашевелились и поактивнее стали играть футболисты Азербайджана. И плюс у них то, что стало получаться в плане контроля мяча. И вот, как результат, вот такая голевая ситуация. Если бы удар получился далее удачным на все 100. Мяч еще в поле. Ну, в общем, в единоборстве. Наршавин, Огаев, голкипер. Наршавин в игре ногами проиграл вратарю. Да, так вот я закончу там гениальную совершенно мысль. Я вам должен сказать, что если бы забил игрок азербайджанок там мяч головой, вот, я бы ни в коем случае не посмел бы обвинять нашего вратаря. Хотя там и в ближний угол и все такое. С мячом. Хозяева поля. 30-я минута. 1-0 в пользу сборной России. И вот этот момент, в общем, дает нам право сказать о том, что с парнями азербайджанской сборной надо ухо востро держать в обороне, играть очень внимательно, а не резкие, быстрые ребята. И вот этот эпизод, он как раз вот и соткан был из этих качек футболистов, которые пробил поворот. Так, перевод налево. Беллилигинов. Пас недодачу. Игра в стенку вертикальную. Беллилигинов мог пробить поворотом, но на замате решил сыграть пас. Сейчас сам вступает в борьбу с мячом нашей игроки. И так, что дальше там будет получаться у нас же. Семак сыграл на коротке, а теперь перевод налево. Опять предложение. Это ложный шаг и удар поворотом. Это интересная комбинация. Мне это понравилось. Откровенно я скажу Старбинским. Он очень удачно эту комбинацию начал. И самое главное, без мяча, смотрите, без мяча. Рванул туда. Ему мягко навесили. Ему ли? Это другой вопрос. Я с вами согласен. Потому что там еще двое наших было. И можно сказать, что до конца это навесная передача и не получилось. Но то, что Старбинский дотянулся до мяча и сыграл, ну, в общем-то, с натяжкой можно сказать, что именно ему на этом коротком расстоянии отдавался мяч. Ну, это уже слишком тонко. Поэтому и порвалось. 31-я минута закончилась. 1-0 пользу сборной России. Янбай вводит мяч в руку. А что смотрится эта игра? Я вам должен сказать. Это игра сборных команд в официальном турнире. Не ощущается совершенно некое пренебрежение, вызванное тем, что эта игра никому ничего не дает. Вот есть принципы футбольные, и их исповедуют и демонстрируют нам по мере возможности игроки обеих команд. С мячом у сборной Азербайджана. Нарушение правил. Или как, или что. Мамедов. Кувырок совершил. Финтон нам показал довольно такой оригинальный, я вам должен сказать. Рябков мокрый, как мышь. Седьмой номер. Вагиф Джавадов выполняет штрафной удар. Публика ахнула. Джавадов с мячом. На замате левый управляет под правую. И опять дьявол бьет своим. Чувствуется коронный удар. Он им хорошо отработал. Другой вопрос, что он не попал пока в двор ворот. Но на чеку должен быть Игорь Акинфеев. Он умеет этот Джавадов выполнять вот эти вот крученые удары в дальний угол. Закручивая по траектории мяч. В касание с внешней стороны. И тут очень трудно вратарю поймать точку, какой ему добраться до мяча. При такой вот траектории. Обводящий вратаря. Ну, ближайшему. Серьезный парень. Серьезный. Выбивает далеко от штрафной площади. Многие друзья его не поддержали. Удар от ворот. Это Ян Баев, правый защитник сборной России. Это Джавадов на замахе. И вот видите, смакует не случайно этот удар. Наши коллеги, занятые в трансляции этого матча. Между прочим, очень прилично идет все. Претензий никаких нет. Все хорошо видно. Сочетание крупных планов, средних и общей картины дает нам полное представление о том, что происходит на футбольном поле. Я помню, что мы находимся там, в Баку. И скажу вам, хотелось бы. Город потрясающий. Констатирую как фактор. Развивается, а будет вообще незабываемо. Атака сборной России. Торбинский навешивал штрафную. Ну, там мало наших было. Понятно, что мы там ничего не поимели. Хорошо сыграл Абишев. Вратарь. Ну, левый Игорь Конфеев чуть хуже выбивает, но умеет. Правый, так образцово-показательные движения, удар по мячу. Торбинский. Ну-ка, на левый не будешь отдавать? Нет. Его задержал соперник. Штрафной удар. Садигов нарушил правила штрафной Аршавина шибли с ног. Ну, шуткирова нам показывает Махера. Он виновник этого маленького инцидента. И вот, видите, судья решил в него, по-моему, и наказать желтой карточкой. Ну-ка. Вау, шуткиров, мой дорогой. Грубовато. Я говорил, что там Торбинский, хватавший за майку Джавада, должен был тоже быть наказан в желтой карточке. Может быть, где-то исключил, потому что пока, так сказать, нет информации о титрах. Ну, мы разберемся. Тридцать седьмая минута. Берти Фокс. Лянбаев. Наша команда выигрывает со счетом 1-0. Маршавин забил единственный пока мяч. И был шанс, конечно, восстановить равновесие у сбора Азербайджана. Выручил, что называется, выручил. И действительно так Игорь Акинфеев. Березуцкий. Ну, так как Алексей Березуцкий без брата здесь возили, и он один, будем мы называть его Березуцким без имени. Но проявляя иногда пиетет, конечно, Алексеев, ничего уж там, жалко, что ли. Это Джаладов. Медведев ввел мяч в игру из-за боковой, что арбитр показывает удар от ворот. Шукюров. Желтая карточка. Спасибо, други. А то, знаете, бывает, ты засемневаешься даже, тому ли игроку ты фамилию назвал. Так что все в порядке. Маликов боролся за мяч. Торбинский бросает из-за боковой. Аршавин готов принять мяч. Рябко. Слишком сильно удар от ворот. Не рассчитал. Даже с учетом скорости Володи Быстрова, не рассчитал Алексей Рябко силу удара при пасе. Янбаев. Удар вперед. Что дальше? Наличных сил там наших было немного. Оригинальный пас только лишь искусство ради искусства в исполнении Аршавина. Хорошая атака Джаладов. Бьет поворотом. Ну и какой ударчик. Я сказал Джаладов, я прошу прощения. Ну, сам Вагиф на меня не обидится. А то, что Шукюров может обидеться. Но я Махера попрошу смягчиться. Потому что... Ах, ну он поворотом. Смотрите. Очень прилично посиленно промахнулся. Вот смотрите, хотите скажу, почему он промахнулся? Он немножко отпустил мяч в сторону от себя. И поэтому уже на широком шаге ноги в стороны бил поворотом. И из такого положения попасть в створ, надо вывернуть голеностоп. Ну, вы знаете, это сложное дело. А к тому же на ноге уже сидел соперник. Ну, и в спешке. Но сила удара была очень приличная. Аршавин. Играл в этом эпизоде. И его не доиграл. Агаев вводит мяч в угол. Камран, свирепствуйте, мой друг. Ну-ка, как вы видите? Атака сборной. России. Быстров. Финк не успел заложить. Помните, я говорил, ребята быстренькие в сборной Азербайджана. Казалось бы, упустит мяч и угловой будет. Сборная атакует и голевой момент упускает. Так. Перевожу. Я выбиваю. Играй аккуратней и поспокойней. Иначе возникают вот такие моменты. Значит, что тут произошло? Вся штука в том, что ошибся игрок впереди. Так. И здесь отключаются игроки. И партнеры работают с мячом. И вдруг ошибка. И офсайда нет. И преимущество полной атакующей команды. Быстров исполнял удар, стараясь перебросить мяч через вратаря в дальний угол. За это он молодец. Избрав такой прием. Ну а что промахнулся? Ну что ж, посыпем голову пеплом и пройдем дальше. 42-я минута. 1-0 пользу сборной России. Джавадов. Янбаев плохо играет против него. Задерживает и Уэб. Свистит. А дальше мы не знаем решение главного арбитра. А Джавадов исполняет штрафное внимание. И опять все тот же коронный его. Загоев любит такие штучки тоже, между прочим. Но что тут Загоева я забыл. А вот он тут заставил сыграть назад вратарю. Это Янбаев. Да, благодарю вас, друзья. Так что Янбаев схлопотал все-таки желтую карточку и по делам. Джавадов хорош в финт дом ушел. Рослый парень, а ноги хорошо работают. Чертоганова дает мяч своему партнеру. Отправляется в середину поля. Он там исполняет роль опорника. Как мы говорим, попросту и без затей. А перевод мяча направо в зону. И мяч в поле. И Торбинский все-таки оставил мяч у нашей команды. Потому что мяч в ногу Маликову попал. В этом эпизоде вам не показалось пас на дальний угол. Штрафной был бы поинтереснее. Это Белеледина. Наши чего-то разбегались по разным углам поля. Березуцкий. Ну, то, что они будут подключать Белелединову, это точно. Вот они его и подключили. Смотрите. Спокойненько. Слева. А теперь на замате. Мяч в поле. Внимание. Эй, парни. Что же вы такие вещи не дотягиваете до конца. Ведь так все здорово было сделано. Вы посмотрели бы, да, еще разочек. А на дальнем углу стоял ваш человек, родной, нелюбимый. Перекинь ему мячик. И как Аршавин, он бы его туда и уложил. И 2-0. Вот. Это удар, поворотом, это повтор этого эпизода последнего. Все было замечательно тоже. И братарь себя проявил, хорошо сложившись на этот удар. Но тот моментик и комбинация разыгрыванная... Эх, жалко. Запомнились. Но ощущение гола мы и не испытали. 1-0. 45-я минута. В общем, и добавлять, откровенно говоря, нечего. Тут и не было особо потерь времени. Корректно играют, в принципе, футболисты. Фолы, они неизбежные мужики играют, все-таки в футбол толкаются. Нет, нет. А то, что желтые карточки, это не результат грубой игры, не очень, скажем так, элегантного исполнения игры в отборе. Одну минуту судья добавляет, это штрафной удар. Но это уже хоккейный прием. И если и в этой ситуации судья накажет, то можно будет придраться, а можно, так сказать, посетовать. И вообще сказать, ну ладно уж, не всем горчичники ставь. Березуцкий. Аршавин. Так, ну-ка, быстро. Пяткой старался отдать мяч. Нарушил правила. Штрафной удар. Увлекся. Джавадов. Главное действующее лицо в игре сборная Азербайджана. Из-за боковой ведут мяч. Болисты Азербайджана. Мяч в игре. Свисток в Бовардуэба. Первый тайм окончен. Это Рябко. Рядом с ним идут команды на отдых. Ну что ж, если в порядке резюме по первому тайму. Веселенькая игра. Наверное, в каком-то другом случае. Уважаемые телезрители, кто не с самого начала смотрит нашу трансляцию, я вас приветствую от всей души. Это матч сборных Азербайджана и России в отборочном цикле чемпионата мира. И вот, так сказать, выкладки по части первого тайма. Как вы видите, здесь немного цифр. В принципе, удары по воротам. Забит один мяч. Аршавин это сделал. И в Борной России ведет 1-0. По одному офсайду. Ну, в общем, все, так сказать, по одному. Желтые карточки тоже имели место. Мяч вызвал, конечно же, более чем повышенный интерес здесь, в Азербайджане. Подъехали наши красавцы поболеть за своих и поддержать их. Конечно, побузят это уж точно. Я даже в этом не сомневаюсь. Не без этого. А то были бы не наши. Так, ну, то, что там, так сказать, попытаются потом дать сдачи. Или, наоборот, защищаться. А кто нападает, кто защищается, трудно определить. Но, как бы то ни было, в общем, там правопорядок держит все под контролем. И я очень надеюсь, что все обойдет, все будет в полном порядке, на полном серьезе. Ну, я вспоминаю этот замечательный стадион. Он своеобразной, так сказать, архитектуры. Одна огромная трибуна всегда была забита болельщиками, когда бы туда не приезжал. И еще всегда мы искали глазами парнишку, который перед началом игры демонстрировал настоящий чертежный лист Ватмана. И на нем расписаны были ходы футболистов Азербайджана против соперника. Это значит, что вот именно так должны играть хозяева поля, чтобы этого же соперника обыграть во что бы то ни стало. Ну, в Азербайджане было очень много блестящих футболистов. Я не буду, честно говоря, перечитать. Я бы это сделал с удовольствием. Но это история нашего отечественного футбола. И многие из парней, которые тогда играли, они вписали свои имена в историю отечественного футбола. Я бы сказал так, даже яркими буквами не преувеличивая. Интересно, между прочим, всегда там было играть. Ну, а уж насчет гостепринства, то и говорить не приходится. Ну, вот такие духмысли обуяли меня в перерыве, вспоминая славные времена. Ну, а что сейчас? Сейчас матч отборочный, чемпионат мира вроде бы никому ничего не обещающий. Но футболисты действуют, надо дать им должное очень ответственно. И вот тот эпизод, когда был забит мяч. Вот Загоев бьет, Агаев отбивает. А Аршавин тут как тут. Конечно, браво наши, они разыграли эту комбинацию великолепно, как и полагается игрокам, классным. Раз, а второе, все-таки всегда задаешь вопрос. А что сделали защитники, а что делал вратарь? Потому что это же тоже интересно. Ну, здесь из-за того, что наши так быстро разыграли эту комбинацию, они заставили защитные порядки позиционно занять не лучшие свои позиции, места. И в итоге расплатились за это голову, свои ворота. Вот такие вот дела. 1-0 пользу сборной России. И начинается вторая половина встречи. Опять-таки, для тех, кто не с самого начала смотрит нашу программу, я могу сразу сказать, что вышел на поле Надиров 17-й номер. Он в первом тайме не играл. Это замена, сделанная в мерке Фоксом в перерыве. Но, тем не менее, в стартовых составах это все было вот так. Тогда уж, коль скоро Надирова мы увидели, то я вам скажу, что ворота защищает Камран Агаев. Второй Раиль Маликов. Третий Руслан Абишев. Четвертый Махир Шукюров. И пятый Владимир Левин. А шестой Рашад Садигов. Седьмой Вагив Джавадов. Восьмой Александр Чертаганов. Девятый Самир Аббасов. Десятый Эльвин Мамедов. И пятнадцатый Максим Медведев. И вот Надиров в Югаар под 17-м номером. Вы видели, кого он заменил. Так что тут, в общем, все ясно. У сборной России Игорь Акинфеев в воротах первый. Третий Дмитрий Торбинский. Четвертый Сергей Игнашевич. Пятый Алексей Рябко. Шестой Алексей Березутский. Девятый Денияр Белединов. Десятый Андрей Аршавин. Одиннадцатый Сергей Семак. Тринадцатый Ренат Янбаев. Пятнадцатый Владимир Бустров. Семнадцатый Алан Загоев. Ну, тренеры Берти Фокс. Азербайджан. Россия Гус. Хидинг. Александр Бородюк и Игорь Киреев. Значит, это помощники главного нашего тренера. Сборная молодежная в своем турнире выиграла у команды Молдавица. Счет там 3-1. Еще сегодня две игры. И мы транслируем многие игры. Поэтому я счет не буду называть. Вам как играет, скажем, та же Германия с Финляндией. Или, скажем, Андорра с Украиной. Вот, поэтому в информационных выпусках все вы наше узнаете. И обо всем. В режиме реального времени мы набираем 24 очка. Но на одну очку в любом случае отстаем команды Германии. Наш ждут стыковочный матч. Атакует сборная России. Задумка хорошая, но пас в разрез не получается. И хозяева поля затевают в свои контур действия. Длинный, пас в штрафную. Но там Игорь Акинфеев хозяин. И тут деваться некуда. Был момент забить еще один мяч в ворота в исполнении наших футболистов в первом тайме. Но еще раньше при 1-0. Сейчас будет удар по воротам. Внимание. Ой, какой ударчик такой. А крайне неприятный Игорь Джавадов. Джавадов. Лучший игрок. Я вам скажу. Лучший игрок. И Акинфеев здорово сработал. Я сейчас еще отмечу. Он слегка задел мяч. Мяч по перекладине сверху уже потом скользнул. И ушел за пределы поля. Да. Так вот, Акинфеев выручил команду от неминуемого гола. Когда головой чертоганов пробил с близкого расстояния на опережение. Неожиданно. Угловой с левой стороны. Но мимо ворота. Удар от ворота. Акинфеев ведет мяч в игру. Джавадов. Очень интересный игрок. Я с самого начала. Еще только-только началась игра. По сути дела. Там пару моментов он мяч получил. Что-то такое там придумывал. Я сказал, что это игрок сборной Азербайджана. Заслуживает всяческого уважения и внимания. Прежде всего с точки зрения игровых кондиций в конкретном матче. Атакует сборная России. Но Загоев к мячу не успевает подставлять ногу. И за боковой хозяеву ведут мяч в игру. Это 18-й номер. Максим Медведев. Мяч в игре. 1-0 пользу сборной России. Четвертая минута второго тайма. Говард Уэб. Англичанин судит эту встречу. Сергей Семак. Наш хавбек. Играет очень дисциплинированно. Ну, так сказать, да. С точки зрения работы в обороне. Но нет-нет. И туда вперед бродит. И главное, что присущим ему классом по делу. Удар от ворот. Ну, напутствие, конечно, парни той и другой команды получили. Каждая свою порцию. Все вместе и в отдельности. По каким-то там еще звеньям. И в целом прогулялись тренеры. Как полагается. Так, режиссером в таких случаях. Ну, и посмотрим, как это все скажется на игре во второй половине. Быстров. Ну, так, значит, мы ждем стыковочные матчи. Жеребьевка в понедельник. А сейчас в атаке сборная Азербайджана. Ну, в общем-то, все хотят закончить турнир на позитивном моменте, естественно. И поэтому стараться будут обе команды до конца. Это нарушение правил. Значит, неправ был Сергей Семак. Мяч уже в игре. Удар вперед. Так просто. Давай-ка пробежимся. Ну, а что получится-то из того, что пробегутся наши? Спокойненько отыграли этот эпизод в обороне футболиста Азербайджана. Ну, там идут объявления и идет информация о том, как играют другие. Вот. Ну, мы договорились с вами с учетом того, что трансляции будут, повторы. Вы хотите посмотреть или многие из вас, не зная результатов, хотя закон информации работает и никуда от этого не денешься. Ну, уж, коль скоро некоторые, любя, говорю, честно, любя, обманывают сами себя или стараются в всяком случае, ну, дай бог им здоровья. Таков болельщик и никуда от этого не денешься. Это Торбинский. Ну, Хидинг обещал, что он ведет в состав и игроков новых, даст тем, кто висит на желтых карточках, паузу, потому что они нужны для уже того-то самого цикла плей-офф своеобразного стыковочных игр. Вот. А здесь есть шанс, не всякого сомнения, в азарте борьбы схлопотать четвертый и иди отдыхай после этого. Вот и таким образом можешь подвести команду уже куда более в важных матчах. Хотя здесь чистый спорт. Чистый футбол. И чистый результат. Да, прибавила команда Азербайджана в движении, в скорости. Ну, помните, я заканчиваю первый тайм, не без иронии, не первый раз говорю, о чем будут говорить тренеры. Прибавьте в скорости, в движении, в движении. И, конечно же, в точности передач. При всех прочих, оригинальнейших даже пожеланиях, размышлениях, высказанных слух тренерами, это самое главное. Атакует сборная Азербайджана, будет удар по воротам. И вот к тебе нам. На этот раз Игорь Акинфеев не успевает сложиться. Мяч под ним пробитая сетку. Счет становится 1-1. Логика железная. Железная логика игрового действия в целом. Или действия, я бы даже сказал. Что мяч забил. Шавадов, седьмой номер. Вагиф его звать. Публика в восторге. Браво, Вагиф. Я искренне рад за вас. Хоть вы и забили в ворота сборной России, но вы молодец по игре. Я был бы неправ на все 300, если бы лукавил и каким-то образом не обратил бы внимания на этого игрока. Понимаете? Удар коварнейший в правый угол. И если в первом случае, в первой половине, куда был, может быть, и посложней удар, Акинфеев среагировал, угадав угол отскока мяча от газона, здесь он немножечко, видимо, просчитался. Потому что с такого расстояния, пусть даже мяч пробитый коварно и ударившийся газон, не знаешь, как он отлетит. Здесь нет варианта того самого знаменитого закона. Угол падения равен углу отражения. Здесь некие другие физические свойства уже тел играют свою роль, покрытие и так далее. Ну вот. И вот он не просчитал и посему не сумел парировать этот удар. Но ударчик был что надо. И что за Джавадов отличился? Ну что ж, песню мы ему спели. И вот он опять против Янбаева, но Анбаев проворнее, играет назад Акинфееву, 1-1 в матче сборных Азербайджана и России. Много было высказываний перед матчем разных заинтересованных лиц, бывших футболистов бакинской команды Невчи, славных тех времен. Ну и по-разному все это высказывалось. Сейчас иногда немножечко, так сказать, перепарчивали эмоции. Но как бы то ни было, смысл сводился к тому, что будем стремиться к победе. Но и ничья будет тоже очень та же и кстати. Ну что ж, пока ничья. И вот Джавадов. Еще раз смакуем этот удар. Смотрите. И вот перед вратарем мяч удаляется о газон. Игорь реагирует и в общем-то хорошо и красиво, и полет хорош. Но вот этот угол отскока не просчитан до конца. И поэтому не выручает команду после этого удара наш голкипер. Аршайн рвется к воротам по скользнувшись. Третий номер быстренько вскочил Абишев. И он же отбивает мяч. 1-1. Вторая половина. Уже 12-я минута пошла Янбаев. Быстрый ввод мяча в игру. Быстров. Я вам скажу отрадно вот по этим наблюдениям в эти 10 минут, что приняли этот темп и скоростную игру и наши футболисты в том числе. А чего теряться, между прочим? Борьба за мяч. Сейчас будет корпус. Закрыть мяч. Это Быстров. Быстров. Ну, он избрал такой маршрут. Дальнейший мяч потерял. Можно было бы поразмышлять, как было бы лучше, но зачем. Удар вперед. Точный. Торбинский. Под левую свою. Дальше. Увы. Увы, не так. И Диньяр Белелединов не сумел мяч обработать. Из-за боковой наших, по-моему, ведут. Торбинский. Хороший перепас пока в центре поля. Так, поперечная передача от Рябко. В одно касание. Удачно. Стоп. А вот это, несмотря на скорость Володи Быстрова, все-таки пас рановато был сделан. Наш парень не был готов еще к приему мяча. Так что только лишь борьба, ну, нашу пользу закончилась угловой. Аршавин выполняет угловой с правой стороны. 59-я минута матча на весная передача. Играл головой наш футболист. А пятый номер Левин отправил мяч туда, вперед. Акинфеев. Классно. Осмотрительно. Янбаеву. Янбаев. Не лучшим образом, не осмотрительно. Отбросил мяч чужому. Туда. Когда Сергей Севакс хлопотал желтую карточку, я думаю, принципиального значения это не имеет. Но, как факт, мы это уже знаем. Медведев. Вратарь. Многие уже сегодня гадают, а кто бы лучше достался нашей команде в стыкочных играх. Вот. Вы знаете, это, естественно, кофейная гуща, все. Могу только успокоить. Всех вместе вас и поодиночке, дорогие друзья. Сладкой жизни кто бы нам не достался, не будет. Это я вам отвечаю. Янбаев. Молодец. Подтянул к чужому. Отбыл направо. Быстров посылал в штрафную защитник. Успел ногу подставить. Абасов мелькнул. Контролирует нашего игрока. Быстров здорово сыграл. Суетится. Но с мячом по-прежнему. И, тем не менее, суета привела к потере. А игрок направо играет. И, может быть, рановато. Чужой игрок. Ну что ж, хорошо, что рановато. Но я не склонен к таким выводам. По понятным, естественно, причинам. Будет удар по воротам. Внимание. У вратаря, между прочим, очень хорошая реакция. Он среагировал и на удар Дзагоева, отбив мяч, но Аршавин добавил. Потом там был ударчик такой не очень симпатичный для того, чтобы мячом овладеть. Но сложился. Очень удачно среагировал на этот удар. Агаев, голкипер сборной Азербайджана. Игра в стенку на средней дистанции. Янбаев прорывается. Кто-то там истошно из девушек выдал вопль, что будет невкусно. Но, увы, обошлось. Это Белелентинов. Ну, что же. Маленькая пауза для того, чтобы осмыслить происходящее на поле. 1-1 в этой встрече. Это орбита. Претензий к нему никаких. Вот этот момент. И удар по воротам. Когда Агаев здорово среагировал. Мяч из толпы, между прочим, вылетел. И неожиданно пробил поворотом наш. Но среагировал. Кипермолодец. Ну, что дальше будет предпринимать четвертый номер. Наш замечательный Шукюров. Обманное движение одно за другим. Успевает подать. Ух ты, как опасно. Ведь десятый номер-то моментов мог и поспеть к мячу. И находясь против ворот. Только, как говорится, доберись до мяча. Вот еще раз этот эпизод здорово отыграл. Эпизод Шукюров просто. И вот этот момент, когда Мамедов чуть-чуть опоздал. Может быть, не ожидал. Может быть, там слегка рикошетил мяч. И поэтому он сделал паузу. Потом рванул и не успел. Еще разочек. Обманное движение. Обыгран Березуцкий. Еще финт. И тут же коротко. И пас из-под ноги. Да, точно. От ноги нашего мяч улетел. Туда, чтобы Бухаров выйдет на поле. Так. И не успел Мамедов. Ну, хорошо. Рябко покидает поле. Игорь Денисов вышел вместо него. И готов Бухаров выйти на поле. Ну, что? Ну, в общем-то, побегал, порысачил Рябко неплохо. Вот КПД сделаем скидку. Игорь Денисова скидает. Да. И вот Бухаров вместо Быстрова. Ну, наш Владимир набегался. Учитывая еще, что он все это выполняет на максимальной скорости. Скоростной выносовостью обладает. Надо тоже это самое тяжелое работа. И так, к тому же еще Бухаров выходит. Это центр атаки. Значит, фланги должны его нагрузить. Так же, как и Хавбеки другие. Тот же Загоев, тот же Беллидинов. Аршавин. Вот эта святая троица и должна до Бухарова, как следует. Ну, и Денисов, конечно, свеженький, как огурчик вышел. Там какая-то вроде травма была. Какие там разговоры. В полном порядке парень. Беллидинов ввел мяч в игру. Ну, что тут. Низом пас. Перехватил здорово парень азербайджанский мяч. И нарушение правил. Почему свистит арбитр? Что там с Шокюровым? Или кто прав, кто виноват? Ну, мы полюбовались, дорогие друзья. Полюбовались слегка пострадавшим. Это замечательно. Хорошие музыканты, я помню. Перти Фокс. Где мысли витают у этого малого? Я даже не знаю. И так, штрафной удар. Кто? Шокюров выполнять будет. Тоже в порядке парень. Мне он нравится в этой игре. Так, навес. Внимание. Низом. Наши опередили. Нарушение правил. Мяч в игре. Приятно наблюдать такие эпизоды, когда не задерживают ничего. Там никто не тянет резину. Время. Быстренько поставил ближайшему отход толку. И пошли ребята резвиться дальше. Мамедов жестко остановил мяч. Загоев. Перевод на правую сторону. Торбинский. А подключается Янбаев. Рановато. Нарушение правил против Торбинского. Даю слово вам. Рановато Янбаев рванул туда. Он, по сути дела, подбежал. А дальше деваться некуда. Он сам подбежал и себя закрыл. Вот так бы подкрадывался в ожидании, как там в Торбинске разберется. Но не разобрался, потому что Джавадов его прихватил. Нарушил правила. Искусство игры без мяча, оно заключается в демонстрации очень многих качеств. Прежде всего, в понимании игровой ситуации. Белелединов. Всемак. Бас вперед. Загоев хорошо корпус поставил. Березунский. Белелединов. Неплохо держит мяч наше обострение вот таким вот образом. Это Бухаров. Тут уже сам Бог велел навешивать. Бухаров-то здорово играет головой. Загоев. На подхвате был Аршавин, но его опередили. Ну и Белеледина в порядке. Пас вратарю. Все нормально. 1-1 по-прежнему. 68-я минута матча. Вот этот эпизод. И удар через себя в падении. Немножко опасно было там. Но все-таки момент интересный, динамичный. Шокюров. Технарь, я вам скажу, этот паренек. Четвертый номер. Ну-ка, и опять подключается к атаке. А главное по делу. И пас по делу. Не до дачи передачи. Хорошо корпусом прикрыл игрока наш футболист. И тот не добрался до мяча. Соперник, я имею в виду. 1-1. Семак на газоне. Э, нет. Задумка замечательная, Андрей. Но вся история заключается в том, что не надо было торопиться с пасом. И так две замены сделал Гус Хиденко. Одну замену Берти Фокс. Свежие силы. Ну и в том же темпе игра продолжается. Команды стараются. Отдадим должное им. Денис в центре. Янбаев идет вперед. Агаев хорошо работает в этой игре в голкипер. Мяч в поле. Можно играть. Денисов вот дает поперек мяч поля. Еще дальше с левой стороны Березуцкий, Белялидин и Загоев. Загоев получает мяч. Ну-ка, удар по воротам не будет. Это не удар. Он уже против двоих. Его тут закрыли напрочь. Вот все, что он мог сделать, он сделал. Все в ситуации сложные, куда он сам себя загнал. Тут есть оправдательный один моментик. Он, конечно же, хотел вывести мяч таким образом, чтобы отдать поперек Бухарову. Ну вот Бухарову на передаче. Вы понимаете, ну вот честно, неохота, клянусь вам, по каждому эпизоду разглагольствовать. Но эпизоды сами заставляют это делать. В случае с Загоем. Или вот между двух отдавался мяч Бухарову. Все грамотно, все поделают, но только сильнее. Тогда мяч не перехватит защитник. Я понимаю, что это некие идеалы в этих эпизодах. Я тут демонстрирую рассуждения. Но я ссылаюсь на вас. Вы бы тоже так разбирали этот эпизод. Вы же все понимаете прекрасно. Белелединов. Игнашевич. Денисов. Белелединов. Снова Денисов. Белелединов. Смотрим. Панорама хорошая. Кому отдать. Пас намеревался отдать Бухарову. Он выручил. Мяч в поле. Белелединов. Ребят. И те, и другие. Не сорите. Нет, здесь очень хорошо сыграл корпусом прежде всего Раиль Маликов. Второй номер. В атаку идет сборная Азербайджана. Но не точная передача. Нарушение правил против Торбинского. Ну, не надо жаловаться. Ну, врезали, вставая. Сам же врезаешь еще больше, чем они все вместе взятые по одиночке. Если вспомнить вообще манеру игры этого парня. Пятнадцатый номер. Это Гусейнов Джаван. Джавид был Гусейнов вместо Медведева. Джавид Гусейнов. Это усиление атаки. Я вам говорю. Так, вперед. Ну-ка, стенка. Ну, конечно, задумка замечательная. И панчи исполнение было идеальным. Игра рукой. Денисов. Значит, вам нравится судья, как работает? Ну, я ему не первый раз. И вы тоже, наверное, все-таки наблюдали за ним. Сечет игру, надо сдать ему должное. Это Джавадов. И, главное, людей не напрягает. Это очень важно. Пас налево. Пас налево. Молодец, Торбинский. Переговорил уже со всеми. Финт хорошо заложил. Ну-ка, ты что за контратака? Ух ты, красавец наш, Янбаев, а! Как здорово бежать. Так, это... Все хотят местные, хотят пенальти. Приезжий судья нарушения правил на 11-метровый не увидел. Ну-ка, Янбаев. Пас вратарю. Вратарь играет. Попадает мяч в ногу. Вратарь за пределами футбольного поля. Ну-ка, вот сейчас. Так. Ну-ка. Значит, тот поставил корпус. Не оправдывай. Не, ни в коем случае. Я вас умоляю. Наткнулся Янбаев на этого игрока. И если нарушение бы зафиксировал арбитр, в идеале для вас, то за пределами поля. Нарушение было до линии. А уже упал в штрафную азербайджанский человек. Потом. Это Джавадов. Ой, болотерский номер. Браво. Ну-ка, по удар поворотам. По заказу бил. Хорошая игра, я вам скажу. Простите за арго. Такой шухерочек стоит. Носятся все, как у горелой той и другой команды. То, что надо. А вы говорили там, никому не надо это все. Ну, подумаешь там. А на самом деле вот что. 1-1. И 77-я минута. Янбаев против Джавадова. Вот так-то двоих сделал парень, забивший ответный мяч. Хороший парень. Штрафной удар. Без виска не производить удар. Боролся Бухаров. Ну, и, в общем-то, его затолкали дружными усилиями. А усилие этого надо было проявить против этого парня. Аршавин. Стенка стоит. Загоеву пятка. Не с очкой, мой дорогой. Этого не надо делать. Это не та игра, не те люди и не та политика. Хорошо, опять пяткой. Это Торбинский сыграл. Сам убежал в штрафную чужую. Янбаев. Грамотный пас под дальнюю ногу. Нарушение правил. Против Загоева. И что, пенальти? Пенальти, между прочим. Тихо, мирно. Тихо, мирно. Судья спокойненько говорит второму номеру, Раилу Маликову, уронил парня нашего на газон. Ну-ка, 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 еще разочек смотрим, ребята, давайте так объективно. Да, там незаметно, знаете так, незаметно. Не этот, не возьмем, а именно второй номер. С правой стороны бывший, когда догонял мяч Загоев, он ему по голеностопчику так слегка двинул. И завалил штрафной. Ну-ка. Мой друг Камран Агаев. Ну-ка, как сыграешь? Так. Ставлю на голосование, дорогие друзья, все наши уважаемые, любимые поклонники футбола. Билл Игнашевич. Вратарь поймал. Вы не догадываетесь, что я подразумеваю? Сохраним это между нами втайне, ладно? Без комментариев. 1-1. Вратарь просто поскользнулся. Он встал на шипы, которые на пятке, и на пятка поехал, и он свалился. Он здорово играет в этой игре, Камран Агаев. Как Фергюсон не расстается с жевательной резинкой, наш коуч. Атакует сборная России. 82-я минута. Вперед идут хозяева поля. Неточная игра. Березуцкий. Белелединов. Удар вперед. Длинный пас в направлении Бухарова. Пролетел мимо Бухарову. Молодец Агаев не стал гадать направление удара. Загоев. Аршавин. Ход хороший. Ну, заметно, что с выходом Бухарова процент навесных передать в штрафную стал гораздо больше, чем до того. Да, это штрафной явно, и деваться некуда. Где, в какой точке, давайте посмотрим. Торбинский вообще хорошо рванул, хорошо втравил в борьбу соперника и правой уводил мяч. Если бы тот не нарушил правила, убежал бы Дмитрий. А там уже очень все было неприятно для защитников, оставшихся в обороне сборной Азербайджана. Камран закрывает правый от себя угол по науке вратарской. Говорунчик надо отдать ему должное тоже. Оттенка внушительная. Удар по воротам. Эмоциональный парень, надо отдать ему должное, да, но здесь он гадал не по делу. Бегал, метался в ворота, и чуть его Аршавин. Вот видите, пошел в центр, и вдруг увидел мяч перед собой. Но он же и сам такую стенку поставил. Наши трое, и счетом один залез чужой, и закрыл обзор напрочь. И предполагать начал, если бы в случае с пенальти он не гадал и поймал. А здесь он начал гадать, и чуть было не был наказом. Попади только Аршавин в створ, и голкипер бы не помог. Тем не менее, 1-1, 86-я минута. У меня впечатление, что сборная Азербайджана сыграла один из лучших своих матчей в этом отборочном цикле. Удар по воротам. Дальний угол. Ну-ка, покажите этого человека. Я вас умоляю, покажите человека, который пробил по воротам. Благодарю вас, друзья, в боку. Я знал, что это он замучил Игоря Кенфеева этими ударами. 1-1. Левин. Ничего, тоже парень в обороне работал. Дзагоев. Потеря. Нашими. Ну-ка, пошире. Так, чтобы растянуть оборону и среднюю линию нашей команды, тогда надо пошире играть хозяевом поля. Они, в принципе, это и затеяли, но уже после того, как вы видели, Джавадов взят был под контроль. И плюс 2-3 человека наших, половины азербайджанской команды, вернулись на свою. Ну, а то, что Торбинский уронил Джавадова, это абсолютно нормальное явление. Смотрите игры сборной России, сборной России и смотрите игры чемпионата России в премьер-лиге. И вы получите ответ, почему прозвучала именно так эта фраза. Симак введет мяч из-за боковой. Белелединов. Игнашевич. Янбаев. Джавадов. Джавадов. Чертоганов. Помните, он ударил головой. Акинфеев поймал. Красавец. И в атаке наши. Кто это там? Аршавин. Абишев. Финты. Набросил мяч. И через себя в падение. Красиво, динамично, замечательно. Молодец, Загоев. Такие штучки украшают любую игру. Опа. Правда, ударил не подъемом на какой-то там Берцовой. Но все-таки красиво был исполнен сам бросок на спину. Какой-то там Берцовой. Это вам, господа любители перловых каши. Цитируйте классика. Игнашевич. Левин нарушил правила. Или ему досталось сейчас что-то наш Говард Уэб. Красавец-мужчина. С красивой прической. Как Юн Бридер наш Говард Уэб. Как Юн Бридер наш Говард Уэб. Агайо смещен. Агайо смещен. Еще пас вперед. Еще один удар. Высоко. Что арбитр добавит. Ну, если там кому-то показывает, что стадион не полон. Это такие островки безопасности. На всякий случай. И правильно. Вот эта трибука большая. Она забита там до отказа. Классный жест. Наполеоновский. Удар от ворот. Добавленное время. Только там у нас добавил. А вообще поиграйте, ребят, еще. Весело вы сегодня это все делаете. Видите вот эта трибука, да? А выходит там вот. На поле. При стадионе и гостинице. Проживали там. Эх, какие времена. Осетрины навертили под наршарап в гостинице «Интурист». Рекомендую. Вторая добавленная минута. Агаеву выбивает мяч за пределы поля. Похоже, лучший игрок. Что там? Торбинский. Торбинский. Что там он навытворял. Можно бросать и за боковой. Белялидинов. Получает обратный пас. Так, подвинул нежно своему. Пошел сам левой внешней стороной, пытаясь дриблингом мелким в штрафную забраться. Защитники молодцы. Разгадали маневр. Ага. Владырю вас повздорил там и получил желтую карточку. Свисток арбитра. Говорк Лэп. Бригада блестяще отработала эту игру. Хотя надо отдать должный футболистам в бейк команд. Фалили. Прихватывали друг друга. Но это так, знаете, по-товарищески я бы сказал. Ничья 1-1 в этом матче. Аршавин забил и Джавадов. Агаев взял пенальти, пробитый Игнашевичем. Так и ничья. По делу? Вообще-то ничья я вам скажу по делу. Я не говорю о том, кто на каком месте в режиме реального времени. Потому что еще есть две игры. А мы все время многие вещи транслируем. Поэтому не будем растекаться мыслью по древу. Я благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Раз своих друзей за работу, я выражаю искреннюю благодарность нашим коллегам в Баку, которые транслировали эту встречу. Так что спасибо вам, ребят. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok